Сегодня на военном полигоне зажигали в прямом смысле слова. Старшекурсники Саратовского института внутренних войск устроили показательные занятия для новобранцев. По словам преподавателей вуза, такие учения проходят ежегодно. Для того, чтобы курсанты стремились поступать в наши вузы, чтобы они посмотрели практически, чем занимаются вообще внутренние войска в процессе своей служебной боевой деятельности, как правило, проводятся у нас показные занятия по теме вооружения и боевая техника подразделения Монцелкового батальона. Им не только рассказывали, но и показывали. В действии боевая машина пехоты и бронетранспортер. Вся техника находится на вооружении российской армии. Винтовка, пулеметы, автоматы, пистолеты. Со всем этим арсеналом здесь, в институте внутренних войск МВД, не только знакомят, но и учат разбираться, это ли не мечта некоторых мальчишек. Кроме того, получить военное образование в последние годы стало престижно. Выпускник получает хорошую зарплату и возможность купить квартиру за счет государства. Это окантовка, чтобы кровать была прямая, ровной линией. Он уже научился правильно застелать кровать. Александр Китаев приехал в Саратов из Оренбурга. Говорит, будущие финансовые бонусы на выбор профессии не повлияли. Он учился в школе с военным уклоном, закончил кадетский корпус и вместе с друзьями теперь здесь. Мы уже были готовы к этому. Мы знали, что будет тяжело, тяжелее, чем там. Так что, мне кажется, трудностей особых не возникнет. Самое главное здесь дисциплинированность. Дисциплинированность и учеба. Если будет по этим нормативам у тебя отлично, то и служба сложится тоже хорошо. Несмотря на хороший набор, не все курсанты смогут получить звезды на погоны. Как говорят в самом институте, сюда поступает не каждый, а заканчивает вуз. Только лучшие. Треть курсантов освоить военную науку не сможет. Павел Фитилев, Александр Королев. Новости Телеобъектив.